Джон Бойнтон Пристли Пригородный поезд подошел к маленькому индустриальному городку на севере Англии мрачным дождливым вечером. Желая удостовериться, все ли пассажиры вышли из вагонов, проводник заглянул в купе первого класса и увидел старика в несколько старомодном костюме. Пассажир спал. Когда-то этот человек был очень красив, да и теперь в его облике сохранилось что-то величественное. Проводник наклонился к пассажиру. Сэр, сэр, это скруп, сэр. Здесь надо выходить. На этой руке сверкали солнечные блики. Тысяча девятисотый год Я снова был в том саду, в Британии. На мою ладонь, плавно кружась, упали два лепестка. Ничего не изменилось. Тысяча девятисотый год. Британия, сад, солнечные блики, два лепестка. Что вы сказали, проводник? Вам надо выходить, сэр. Поезд дальше не пойдет. Я прихвачу ваш чемодан, сэр. Прихватить-ка и меня тоже. Я очень плохо себя чувствую. Старый человек. У меня в багаже два больших ящика. Очень ценные. Нет, сэр. В нашем багажном отделении их нет. Они, наверное, ушли с основным составом по линии Грэнглии. Что тут у вас происходит? Кажется, этот джентльмен приехал не туда, куда надо. Покажите ваш билет, сэр. Да, да. Одну минуту. Дайте мне сесть. Говорит, что у него в багаже два больших ящика. Их, должно быть, отправили в Берпул. Вы ехали в Берпул, сэр? Что? Нет. Нет. Ужасное место. Что это? Где я? Где я? Вы в Скруппе. Покажите-ка ваш билет. Не помню. Билет должен быть. Я куда-то вез два больших ящика. Это очень важно. Это очень важно. Очень важно. А что у вас было в ящиках? Картины, рисунки. Ценные? Да. Не меньше, чем на 150 тысяч фунтов. Тед, сбегай в гостиницу Бистона и спроси у него или у его жены, не смогут ли они сейчас устроить старика на ночь. Ему все равно отсюда не уехать и, по-моему, с ним что-то неладно. А я тут постараюсь добиться от него толку. Я поговорю с миссис Бистон. Джордж-то вы сами знаете. Он обязательно скажет просто назло, что свободной кровати сейчас нет. А я позвоню доктору Эджу. Хорошо. Доктор Эдж, говорят, со станции Скрупп. Скрупп, сэр. Здесь у нас пассажир. Глубокий старик. Он не знает, куда он ехал и что он делает. Наверное, совсем потерял память или заболел. Говорит, что у него два ящика с картинами и рисунками стоимостью в 150 тысяч фунтов. И вроде не похоже, чтобы он хвастал. Я тут послал в гостиницу Бистона узнать, нет ли у них свободной кровати. Не могли бы вы, доктор, приехать в гостиницу? Гостиница Бистона, куда тотчас же направился доктор Эдж. Это довольно жалкое заведение, в котором есть несколько комнат для пассажиров, не сумевших вовремя уехать со станции Скрупп. В одну из комнат второго этажа, скудно обставленную дешевой мебелью, и поместили заболевшего пассажира. Над никелированной кроватью, на которой он лежит, большой дешевый художественный календарь с безвкусной, ярко намалеванной красоткой. Устроив пассажира, жена хозяина, миссис Бистон, поспешила внизу в бар, чтобы встретить доктора Эджа. Ну вот, слава богу, что вы наконец пришли, доктор Эдж. Как больной, миссис Бистон? Боюсь, ему очень плохо. Мы уложили его в постель. Томми Дарт уложил, наш слуга. Но муж говорит, чтобы старик утром от нас уехал. Это зависит от того, что скажу я, миссис Бистон. А, я слышу голос мистера Бистона. Ну, я пойду взгляну на больного. Где он? Наверху. Последняя комната направо, доктор. Я бы вас проводила, но пора закрывать. Я должна помочь Джорджу. Хорошо, хорошо. А я вам говорю, что время закрывать. Время! Я доктор Эдж, местный врач. Меня пригласили осмотреть вас. Я думал, ко мне идет время. Я слышал, как его призывали. Не скажете ли вы свое имя? Ну, это я и вспомню. Кэндл. Боже мой! Боже мой! Ну, конечно, я сразу подумал, что ваше лицо мне знакомо. Вы Саймон Кэндл. Ну, что вы здесь делаете, мистер Кэндл? Нет, нет, нет. Не отвечайте, это все успеется. Дайте-ка я вас сначала осмотрю. А внизу, в баре, идет обычная ночная уборка. За прилавком, на котором стоят большие пивные кружки и бутылки, миссис Бистон, она моет стаканы. Бистон, бывший полицейская, дородный мужчина, немного старше пятидесяти, и слуга Томми Дарт, расставляют их по полкам. Держу пари. Деньги для него ничто. Вот, увидите. Я скажу вам, почему, миссис Бистон. Потому что у него денег уйма, у этого старого джентльмена наверху. Да просто уйма! Так что же тогда он здесь делает? Да он и не знает, что он здесь. Я вот еще что вам скажу. Ладно, в другой раз скажешь. А теперь помалкивай Томми и делай свое дело. Тише, тише, доктор. Ну что, ему лучше, доктор? Нет, не лучше, миссис Бистон. Он, конечно, очень старый, изможден, но дело не только в этом. Я оставлю его здесь на ночь, другого выхода нет. А утром я зайду и пришлю сиделку. Вот еще. У меня тут не частная лечебница. А теперь будет лечебница. Нет, не будет. Если ему уж так плохо, отправьте его в больницу. Шуардж! Не вмешивайся. Если ему так плохо, он должен быть не здесь, а в больнице. Больного нельзя перевозить. И, кстати, вы напрасно кипятитесь, хозяин. Если для вас главное продажа напитков, то вы их будете продавать ведрами. Кому? Сиделки? Не обращайте на него внимания, доктор. Он сделает все, что нужно. Завтра к этому времени о вас будет напечатано во всех газетах. Вот что я имел в виду, говоря о напитках. Дело в том, что это Саймон Кэндул, самый знаменитый современный английский художник, великий человек, прославленный во всем мире. Я так и знал. Так и знал. Что я говорил? Денег у него уйма. Успокойся, Томми. Так что мы должны делать, доктор? Ничего, если все будет спокойно. Утром я зайду. Спокойной ночи. Погодите, я провожу вас, доктор. Мистер Бистон, я сбегаю наверх и послушаю, спит он или нет. Я ему сразу понравился, уверяю вас. Он так мне и сказал. Ну, говорит Томми, я сказал ему, как меня зовут. Если ты сейчас же не прекратишь болтовню, я тебя так назову, что тебе не поздоровится. Ну, кончай уборку. Живо! Какая знаменитость. Наша фамилия во всех газетах, по радио. Ну, по мне так без этого лучше. Что дальше-то будет? Долго он еще здесь пролежит? Да-да, должно быть, ему очень плохо, бедняйки. Я совсем забыл. Да ты всегда все забываешь. Зря ты это говоришь, Джордж. Иногда мне кажется, что ты теперь озлоблен против всего света. Что бы ни случилось, все к худшему. И ты всегда прав. А другие всегда виноваты. Неудивительно, что наш Стэн не смог больше жить дома. И не заикайся об этом. Мы для него недостаточно хороши. Так пусть идет ко всем чертям. Очень скоро о местопребывании Саймона Кэндла стало известно далеко за пределами Скрупа. Холло! Халло! Говорит корреспондент Денту Фост. Да, я слушаю. Что там случилось в Скрупе? Тяжело заболел Саймон Кэндл. Саймон Кэндл? Понимаю. Хорошо. Завтра утром там будет корреспондент. Мы будем держать всем связь. Нет, вызывайте его немедленно. О, может получиться неплохой материальчик. До свидания. Халло! Саймон Кэндл опасно болен. Халло! Халло, Джимми! Да? Саймон Кэндл опасно болен. Саймон Кэндл болен? Алло! Саймон Кэндл болен. Настолько болен, что перевозить его невозможно. Халло! Да, Саймон Кэндл болен. Полная потеря памяти. Министерство иностранных дел опубликовало заявление о положении на Средний Востоке. Ожидается повышение заработной платы рабочим авиационной промышленности. Саймон Кэндл, известный художник, найден серьезным больным в маленькой гостинице в Скруппе. Вчера вечером в своей речи в Манчестере премьер-министр должен был отнюдь. Утром в комнату Кэндла вошла сиделка в халате и с маленьким чемоданом. Доброе утро, сэр. Я сиделка, Пэттон. Доброе утро. Ну, как мы себя чувствуем сегодня утро? Я не знаю, как вы себя чувствуете, а я чувствую себя так, как будто меня разорвали на части. Потом кое-как собрали и связали ржавой проволокой. Ну, ну, нам не стоит так уже себя жалеть. Ох, ерунда. В жизни осталось только одно удовольствие. Это немного пожалеть самого себя. Как насчет чашки горячего чаю и ломтика поджаренного хлеба, а потом я подготовлю вас к приходу доктора. Сейчас я вернусь. Да. Как вы себя чувствуете? Вы меня помните? Я Томми! О, Томми! Ты, кажется, единственное, что я еще помню. О, мой друг Томми! Заходи, заходи. А у вас во всех газетах написано. Хотите посмотреть? Нет. Спасибо, не хочу, нет. Послушай, Томми, как тебе нравится моя сиделка? Боюсь я их, этих женщин, мистер Кэнбер. Вот, я тоже, Томми. Ты когда узнаешь, что ее здесь нет, сразу заходи, вот как сейчас. Хорошо. Ведь может случиться, что ты сумеешь сделать для меня именно то, чего она не сумеет или не захочет. А? Я старше тебя, Томми, но ты тоже не маленький. Ну, я куда старше, чем они все здесь думают. Ну вот, ну вот, мы с тобой оба вредные и хитрые старики. Мы наивные и простодушные старики. Мы должны помогать друг другу, Томми. Не то они нас одолеют. А теперь достань-ка из внутреннего кармана пальто мой бумажник. Я вам скажу, мистер Кэндалл, тут из-за вас такое, газеты, радио, телеграммы, из-за редакции приходили. Вот потому-то мне и нужен союзник, друг. Возьми эти деньги, Томми. Может быть, мне нужно будет что-нибудь купить. Ну, если мне ничего не понадобится, оставишь деньги себе. Большое спасибо, мистер Кэндалл. Но если нужно сделать что-то серьезное, я не подойду. У меня смекалки не хватит. Здесь вам может помочь только Стэн. Стэн? А кто это Стэн? Стэн Бистон, сын здешних хозяев. Он инженер, и у него хорошее место. Только он не живет дома. Не поладил с отцом. Но его нельзя осуждать. А я не осуждаю. Я тоже не ладил со своим отцом. А мой сын не ладит со мной. Но я ручаюсь, что у вас нрав не такой крутой, как у Джорджа Бистона. Он служил в полиции и даже для них оказался слишком свирем. Но Стэн навещает мать. Он ей дороже всего на свете. А она славная женщина, миссис Бистон. Разумеется, разумеется. Но единственный, на кого можно положиться, это Стэн. Так что ли? Что ловкий парень, а? Да. Вы почему здесь? А я... Ну, знаете ли. Я не забуду, что вы мне сказали про Стэна, мистер Кэтт. О чем это он говорит? А я не знаю. Я не знаю. И он не знает. Он должен был что-нибудь сказать. Он боится вас. Я тоже. Почему это? Ну, теперь завтракайте. Сейчас придет доктор. Хозяин бара Бистон все утро провел внизу у телефона. Алло? Скруп? Да. Гостиница Бистон? Да. Не можете ли вы оставить нам два номера? Нет, не можем. Вы что думаете, здесь отель Совой? Коммутатор. Алло? Говорит, Скруп 228. Да-да-да, гостиница Бистон. Да я не сомневаюсь, что вы этот номер знаете. Ну, так я выключаю телефон. На сегодня с меня хватит. Уже за работой, мистер Бистон? Вашими стараниями, доктор Эйдж. С таким характером и держите гостиницу, приятель. Наймитесь ночным сторожем. Тогда вам не придется на каждом шагу встречаться с людьми. А с большинством людей не стоит встречаться, доктор Эйдж. А уж прислуживайте. Добрый день. Что вам угодно? Что сказал доктор? Вы же знаете, что у нас еще закрыто. Мы представители прессы. Так что же сказал доктор? Посоветовал мне пойти в ночные сторожа. Я бы так и сделал, если бы ему двое лежало. Что вы чувствуете, имея в своем заведении человека, который так знаменит? Чувствую, что мне задают идиотские вопросы. Томми! Это ясно? Томми, полезай в погреб. Слушаюсь. Ну и жизнь. Ладно. Телефон выключен. Сейчас включу. Да? Да. Нет, но я могу передать. Сэр Джеффри Брок, знаменитый врач, уже выехал. Хорошо. Сэр Джеффри Брок, знаменитый врач. Я запомню. Слыхали? О, ты один из бутингемских придворных докторов. Сенсационный материал. Алло. Лондон. Алло. Дайте мне редакцию. Простите, от номера по просьбе абонента выключен. Алло, алло. Коммутатор, не прерывайте меня. Я разговариваю с Лондоном. Дейлю Айр. Редакция. Позовите Сэма Филлипса. Сэм, это Пенелопа. Да, я говорю, из гостиницы в Скрупе. Конечно, это богом забытая дыра. Ты зачем подстроил мне такую поездку, чудовище? Пока еще ничего. Но сегодня ожидают все семейство. И сэр Джеффри Брок уже в пути. Так что бедному старику скоро достанется. Национальная галерея и все такое. У-у-у. Может получиться грандиозно. Окей, я жду тебя. Отвезешь меня ночью на машине в Перпула. Утром обратно. Вот еще. Чтоб я ночью ездила с мальчишками в такси. И я тебя, Сэмми. А наверху доктор Эдж, окончив осмотр Кендла, устало опустился в кресло у постели. Вы, мистер Кендл, вероятно, захотите услышать еще чего-нибудь мнение. А я еще и в вашем мнении не спрашивал. Я всего лишь местный врач, по горлу вашей в работе. Я очень вам обязан за все, что вы для меня вчера ночью сделали. Поэтому, если вам от этого станет легче, можете мне сказать, что со мной. А если вы предпочитаете не рассказывать, тогда не надо. Но я скажу вам вот что. Я чувствую. Мое время уходит, как песок из лопнувшего мешка. Часть моего я уходит и в какой-то другой мир. Нет, в наш земной. Намного лет назад. Вот сейчас я здесь, а в следующее мгновение я уже вижу перед собой ряд тополей или темный пруд, поросший лилиями, на который я глядел в последний раз, когда вас еще не было на свете. Почему далекое прошлое становится таким близким, когда мы стареем? Я не знаю. Сказано по-мужски. Что со мной? Одностороннее воспаление легких, по-моему. Усталое сердце, истощение нервной системы. Да. Да. Вы сообщаете бедняку, что у него не так уж много денег. Ну так вот, мистер Кенду, у вас мало сил для борьбы с болезнью, и вы не должны попусту их тратить. Никаких волнений, никаких эмоций. Может быть, мне следовало бы помалкивать относительно вашего пребывания здесь, но я не могу брать на себя такую ответственность. Ваши родные и друзья должны узнать. Моя жена давно умерла, но мой сын и его дочь сейчас уже в пути. Я обязан предупредить их, никаких сцен, никаких волнений. Попытайтесь, попытайтесь. Попытайтесь. Но мой сын, это преуспевающий делец, и на него произойдет впечатление только диагноз преуспевающего дельца от медицины. Хм, найдется и такой. Я побился в заклад с женой, что это будет Джеффри Брок. Но будут и другие посетители, такие, для которых я не человек, а собственность. Я должен стать достоянием нации, чтобы они водили ко мне экскурсии два шилинга за вход. К тому же мне принадлежит немало ценностей, и кое-кому из этих молочек было бы очень выгодно, если бы меня признали психически больным. Ну, это вам не угрожает. Что же вы сделали вчера, мистер Кеннелл? Убежали от них. Да. Так вы счастливы. Ну, конечно. Разумеется, убежал, скрылся. Единственное, что оставалось. Я куда-то ехал, что-то с собой взял. Ну, конечно. А теперь, доктор, я хочу попросить вас об одном маленьком одолжении. Да. Как же его зовут? Тед. Боб. Берт. Что-то в этом роде. Дэн. Нет. Стэн. Вот как. Скажите моему другу, этому слуге-коротышке Томми, когда придет Стэн, я должен поговорить с ним. Это очень важно. Хорошо. Хорошо. Ну, не волнуйтесь. Нет. 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 Мне сразу стало легче, как только я вспомнил то, о чем так долго его вспомнить. Доктор, там на дне моего чемодана вы найдете угольный карандаш. Если вы мне его не дадите, я сами возьму, как только вы уйдете. И еще я хочу снять со стены этот календарь. Это уродство. Уродство. Я знаю, я знаю, чужая собственность, но подобных вещей не должно быть ни у кого. Вот так. Я вам очень благодарен. Доктор Эдж достает угольный карандаш, календарь, отдает их Кэндлу и уходит. Кэндл начинает с трудом подрисовывать картинку на календаре и засыпает. Проснувшись, он видит в комнате сэра Эдмунда, своего сына. Сэр Эдмунд уже снял пальто и подошел к постели. Да, мы просто терялись в догадках, отец. У меня полдня ушло на розыске. Кстати, министр просил тебе передать наилучшие пожелания. Он сказал, что в случае необходимости он или даже премьер-министр сделают все. Эх, мой мальчик. Единственное, что может сделать для меня правительство, это оставить меня покой и не просить у меня больше денег. Да. Да, с нами в поезде ехал сэр Джеффри Брок. Он скоро придет к тебе. Он отправился за здешним врачом. Как его зовут? Заэджем. Да, вот в руках Брока ты в безопасности. Очень разумный и положительный человек. Не люблю я очень разумных и положительных людей. Чепуха, отец. Без них государство не могло бы существовать. А вышло бы неплохо, черт побери, если бы мы попробовали существовать без них, прежде чем они окончательно погубит страну или замучает нас до смерти. У тебя хорошая комната, Эдмунд. Отец, я должен сказать тебе что-то очень важное. Нам известно, что вчера ты увез с собой два больших ящика с рисунками и картинами. они в надежном месте. И где они? Не знаю, Эдмунд. Не знаю. Я не могу вспомнить, что случилось вчера в поясе. Я знаю только, что здесь их нет. Но это ужасно. Досадно ли, не правильнее? Досадно? Ну, 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 то ты только не думай волновать меня. Папа, на минуточку. Это ты, Фелисити? Да, дед, я сейчас. Папа, там внизу в баре тебя ждут репортеры. Ага, я сейчас спущусь вниз. Родной мой, скажи мне правду. Как ты себя чувствуешь? Ох, не знаю. Не знаю. Я слишком стар. Ты просто успокаиваешь меня. Нет, родная. В твои годы человек или вполне здоров, или болен. А в моем возрасте не поймешь, что за чертовщина с тобой происходит. И как ты себя на самом деле чувствуешь. А теперь ты мне скажи, как у тебя дела с тем безмозглым парнем? Ты еще влюблена в него? Нет, все кончено. Правильно. Не води к нам в семью безмозглого мужчину. Хорошо, хорошо. Обещаю тебе, милый. Я послал отца вниз не от отбоя от репортеров. Ага, они уже здесь? Да, их там столько набилось, что шагу нет где ступить. Но куда ты ехал? Ты действительно потерял память? Да, иногда это случается. Дед, по-моему, это предательство. Предательство? Почему? Ну, ты прекрасно знаешь, если только все решительно не забыл. Мы всегда были друзьями. Мы всегда друг другу все рассказывали. А теперь ты ведешь себя так, будто мы не друзья, будто я заодно с отцом и всей его компанией. Будто я не целиком на твоей стороне. Нет, нет, Филисти. Ты вот что мне скажи. Как ты думаешь, могла бы ты чем-нибудь помочь молодому человеку по имени Стэн? Чем-нибудь, да. Мне все равно, о чем вы тут говорите, но я не могу разрешить вам оставаться здесь, мисс. Через несколько минут придут сюда врачи. мы не можем допустить, чтобы больной был так взволнован. Я должна еще прибрать здесь. Хорошо, хорошо. Я ухожу. Спокойной ночи, родной. Я здесь всегда, когда бы ты меня не позвала. Спокойной ночи, милая. Субтитры создавал DimaTorzok Вечер. Бар снова открыт, и в нем полно посетителей. Гул голосов и музыка слышны даже в кухне, хотя дверь, отделяющая ее от бара, плотно прикрыта. Миссис Бистон разговаривает со своим сыном Стэном. Не беспокойся, Стэн, мальчик мой. Сегодня нам нечего бояться. Отец не придет сюда до самого закрытия. Они там все с ног сбились с этой толпой. Ты знаешь, Стэн, здесь какой-то сумасшедший дом с тех пор, как привезли сюда этого бедного старого джентльмена. Мама, ведь это же великий человек. По-настоящему великий человек. А не какой-нибудь подражатель. Иду. Слушай, Стэн, этот мистер Кэндалл там наверху, по-моему, хочет, чтобы ему в чем-то помогли. И без шума. Я ему сказал, что ты самый подходящий человек. Денег у него уйма, и он не скупится. Мне нет дела до его денег. Постой-ка, постой, Томми. А он сказал, что именно я могу ему помочь. А его родные тогда уже были здесь. Нет, нет, нет. Их еще не было. Но, если хочешь знать, это и не имеет значения. Держу пари, он ни с кем из них не считается, кроме внучки. О, она молодец. О, постой-ка, постой, Томми. Объясни мне все это. Выкладывай, что он сказал, и поскорее, а то... Я ему и говорю, если у вас дело серьезное, то у меня смекалки не хватит. Стэн, вот кто вам нужен. А он и говорит, в этом я не сомневаюсь. А, вот в чем дело. А наверху тем временем сэр Джеффри Брок заканчивает осмотр Кэндла. Надеюсь, мистер Кэндл, осмотр вам не показался слишком утомительным. Ваш сын, сэр Эдмунд, настолько мне известно, находится здесь. Вы, вероятно, захотите, чтобы я с ним поговорил. Да, сэр Джеффри, захочу. По-моему, это очень разумно с вашей стороны. Не знаю. Но я думаю, что вы оба получите огромное удовольствие от этого совещания. Утром я снова зайду. Мы сделаем все возможное, чтобы вы хорошо спали ночью. А как обстоит дело с ночной сиделкой, доктор Эдж? Сиделка уже здесь. Скоро заменят дневную. Отлично. Мы вас покидаем. Спокойной ночи, мистер Кэндл. Пойдемте, доктор Эдж. О, их и хлебом не кормить, только дай им позаседать. Тра-та-та-та-та-та-та-са, Эдмунд, тра-та-та-та-та-та-са, Джеффри, о, боже мой, о, боже, о, боже. Мистер Кэндл. Это сиделка Сомерсед. Добрый вечер, сэр. Она меня сменяет. Спокойной ночи. Я приду утром. Спокойной ночи. Может быть, мне не следует этого говорить, мистер Кэндл, но... Значит, обязательно скажите. Я считаю, что это большая честь для меня. Я полюбила ваши картины, когда была еще совсем ребенком. Ну, спасибо, милая. Я вам верю. К сожалению, я еще не очень опытная сиделка. Хотя, конечно, когда-то я закончила курс обучения. Как вас зовут? Миссис Сомерсед. Или просто Джудит. Вы должны извинить меня, Джудит. Да, сэр. Но я старик, жизнь моя прошла. Расскажите мне о том, что с вами было. Что оставилось с Лидой на вашем лице? И мы узнаем друг друга. Хорошо. Я расскажу вам. Мой муж был врачом в Гонконге. Двое наших детей жили с нами. Потом мужу дали шестимесячный отпуск. Я вылетела раньше, чтобы снять дом. Дом я сняла. Но их самолет разбился при вылете из Карачи. Вот почему я стала снова сиделкой. Может быть, вам дать что-нибудь, мистер Кэндл? Нет, Джудит. А может быть, вам лучше не разговаривать? О, может быть, мне лучше не дышать. Это не слишком легко. Повернитесь на другой бок. Я помогу вам. Вот так. Ну, для чего же я здесь? Спасибо, милая. Но вы здесь не для этого. Вы будете меня слушать до тех пор, пока не скажете, что с вас довольна. Три часа ночи, когда я не могу заснуть, а вы стараетесь не спать, это самое подходящее время начать откровенный разговор. В гостиной, мрачной и запущенной комнате, за столом, на котором лежат какие-то бумаги, сэр Эдмунд и доктор Эдж. Председательствует сэр Джеффри Брок. Имеется, конечно, целый ряд крайних мер, и доктор Эдж сделал необходимое приготовление на случай, если они понадобятся. Но усталое сердце может остановиться в любую минуту. Часто это случается во время сна. Утром я, конечно, снова его осмотрю. А вы не останетесь здесь? Нет. Я буду у моего старинного друга лорда Дельби неподалеку отсюда, в нескольких милях от Берклла. Он прислал за мной машину, и так как она довольно долго уже ждет... В таком случае только два небольших вопроса, сэр Джеффри. Во-первых, этот дом совершенно не подходит. Нельзя ли увезти отсюда отца? Уверяю вас, сэр Эдмунд, сейчас об этом не может быть и речи. Надеюсь, вы того же мнения, доктор Эдж? Я не взял бы на себя такой ответственности. Второй вопрос, и это чрезвычайно важно со всех точек зрения. Можем ли мы констатировать, что мой отец не в состоянии более вести свои дела, так как рассудок его не совсем в порядке? В целом, основываясь на его бессвязных ответах и некоторых признаках старческой потери памяти, я полагаю, вы можете считать себя вправе освободить его от какой бы то ни было ответственности в ведении своих дел. Полагаю, вы согласитесь со мной, доктор Эдж? Нет, не совсем. Память у него все еще плохая и может остаться в таком состоянии, но он гораздо более в своем уме, чем многие мои пациенты. Сэр Джеффри, спустимся вниз. Надо бы дать репортерам какое-нибудь сообщение. Конечно. Я рассчитаю быть здесь завтра утром. Мое почтение, доктор Эдж. Надеюсь, наш адвокат Генри Марч и сэр Маркус Конор к этому времени будут здесь. Конор, как вам известно, назначен теперь инспектором всех государственных картинных галерей. Я полагаю, сэр Джеффри, вы должны сказать им несколько слов о том, в каком состоянии рассудок моего отца, об ответственности и обо всем, что из этого вытекает. Разумеется, разумеется, но, по-моему, сейчас самое разумное обойтись без доктора Эджа. Он весьма упрям, и в нужный момент с ним будет трудно найти общий язык. Так вот именно. Итак, мы встречаемся утром. Томми Дарт, выполняя обещания, данные Саймону Кэндлу, попросил Стэна Бистона прийти в гостиницу, чтобы встретиться с Фелисти Кэндл. Вот уже более получаса Стэн ждет ее в ярко освещенной кладовой. Стэн ест бутерброды, запивая их пивом. Стремительно входит Фелисти. Мистер Стэн? Да. Я Фелисти Кэндл. Очень приятно. Здешний слуга сказал мне, вас вызывает Стэн. Это вы дали такое нелепое поручение? Да, но нелепых поручений я не давал. И вы всегда так передаете, вас вызывает Стэн? Занимаюсь этим каждый день на заводе. Но здесь не завод, и я даже не знакома с вами. Но ведь теперь мы познакомились. Неправда? Я пришла только для того, чтобы сказать вам, какое впечатление произвела на меня ваша наглость. Вы пришли, все остальное неважно. А теперь послушайте меня, мисс Кэндл. Если я могу чем-то помочь вашему дедушке, а насколько я понимаю, дело обстоит именно так, то я буду счастлив и горд сделать все, что в моих силах. А почему? Вы только что прочли о нем в газете. Нет! И не потому, что я очарован его милой, вежливой внучкой. По профессии я инженер. А последние два года я по вечерам занимаюсь в художественной студии. Я люблю живопись. А Саймон Кэндл изумительный, великий художник. Я ему многим обязан. И мне бы хотелось что-нибудь для него сделать. Но я вижу, что без вашей помощи я сделаю это лучше. Извините за беспокойство. Спокойной ночи. Прошу вас, не обижайтесь. Но я вела себя глупо, очень об этом сожалею. Ведь мой дедушка просил меня помочь вам. Ну и ради бога, дайте мне бутерброд. Я просто умираю от голода. Простите, пожалуйста. Пожалуйста. Благодарю вас. Так что вы мне хотели сказать? Только одно. Я могу взять отпуск на 2-3 дня. В моем цехе меняют оборудование. У меня есть мотоцикл. Я могу поехать куда угодно. Правда, я не могу прийти сюда днем, когда здесь мой отец. Но в доме, где я живу, есть телефон. Вот здесь записан адрес и номер телефона. Так что, как только вы узнаете, в чем дело, вы мне звоните. Но, может быть, я сама сумею выполнить это поручение? Очень хорошо. Мы не будем с вами соперничать. Но если я могу что-то сделать для него, я охотно сделаю. Кстати, вы не знаете, в чем дело. Наверное, речь идет о двух больших ящиках с рисунками и картинами. По-видимому, никто не знает, где они. И мне известно, что это очень беспокоит моего отца. Он считает, что дедушка должен был предоставить ему ведение всех своих дел. Ну, потому что в последнее время дедушка стал очень забывчив. Ведь он так стар. Вы его любите? Больше всех на свете. Понимаю. Всегда его любила. Не потому, что он так знаменит. Мне все равно, пусть бы никто и не знал о нем. По правде говоря, я ненавидела его славу. Я люблю его, потому что он такой хороший, удивительный, замечательный человек. А этот кабачок переполнен людьми, которых интересует только одно. Когда же он умрет? Проклятие. Я сейчас заплачу. Ну, скажите мне опять какую-нибудь грубость. Окей, но все-таки хныканье ему не поможет. Я не хнычу. Как только вам покажется, что вы узнали что-то новое, звоните мне. И не думайте, пожалуйста, что вы все это можете сделать сами. Десять против одного. Что вам без меня не справится, это... Откуда вы это знаете? Ведь он и сам так думает. Не правда ли? Вся беда в том, что вы ревнуете. Ну, знаете ли. Что может сделать какой-то Стэн? Какой-то простой парень. Да, 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 вы правы. Вы не доели ваш бутерброд. Мой бутерброд. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Алло, зритар спец. Алло. Говорит Скрук. Мистер Саймон Кэндл присмерти. В Скрук прибыл сэр Джеффри Брок. Алло, редакция Бердлфорн. Алло, сэр Джеффри Брок дал заключение о состоянии здоровья Кэндла. Брок утверждает, что состояние серьезное, но не безнадежное. Алло, редакция. Сын и внучка Кэндла остановились в гостинице Бистон. Час начинает со следующего месяца. Врачи запретили перевозить художника Саймона Кэндла из Скруппа, где он лежит в гостинице в тяжелом состоянии. Мистеру Кэндлу 82 года. Мы передавали последнее известие. Леди и джентльмены, доброй ночи. Ти-ла-ла, ти-ла-ла. Леди и джентльмены, доброй ночи. Горло пересохло. Пить. Сейчас. Прошу вас. Мне снилось, что я снова мальчик. Знаете, я ведь родился милях в пятидесяти отсюда. Маленькое местечко под названием Лонгстон Бридж. Слушай, отец мой был каменотесом. Мои дети и внуки не любят об этом вспоминать. Мы, англичане, всегда были снобами. По-моему, мы, англичане, стали хуже. Когда я вернулась из Гонконга, я была просто потрясена тем, что... О, несомненно, несомненно. У меня есть старый друг. Он до сих пор живет. Лонгстон Бридж, Рубин Холмс. Он пишет акварелию. Это наш лучший пейзажист со времен Коттмана. Он живет в том же доме, где родился. Ни разу не заработал больше нескольких фунтов в неделю. Зачем? Зачем? Простой и счастливый человек. Я пережил трех жен. У меня были любовницы всех цветов кожи. От бело-розового до сепии. Я заработал и растратил несколько состояний. Мои картины висят в любой галерее мира. У меня полный сундук медалей, наград, премий, дипломов и почетных званий. Я чертовски важная персона. Но я ни разу, ни разу не испытал и половины того удовлетворения, которое получил от жизни Рубин Холмс. Мистер Кеннелл. Да, да. Пока я делал всякие глупости, он жил счастливой жизнью. Должно быть, он самый старый из всех моих друзей, оставшихся в живых. Ну да, конечно. Я старый дурень. У вас есть карандаш? Конечно. Не правда ли? Записывайте. Два ящика с картинами и рисунками, отправленные Рубину Холмсу в Лонгстон-Бридж. Я вез их к нему, потому что я хотел у него остановиться на один или два и сказать ему, что надо с ними сделать. А сам сел не в тот вагон. О, как все это просто! Успокойтесь, мистер Кеннелл. Вы записали про эти два ящика? Да. Вот молодчина. Положите сюда, на столик. Мистер Кеннелл, вы не читаете газеты? Нет, не читаю, нет. Вот уж год или два, ну, глупая болтовня. Никогда не интересовался газетами. И я тоже, но месяца три назад там что-то писали о Рубине Холмсе, о кавалеристе из Лонгстон-Бридж. О, как не похоже на Рубина! Мистер Кеннелл, это было сообщение о его кончине. Мистер Кеннелл, это было сообщение о Рубине Холмсе, о кавалеристе из Лонгстон-Бридж. Рубина Холмсе, о кавалеристе из Лонгстон-Бридж. Ты разрешишь войти, отец? Да, да. Доброе утро. Доброе утро. А я все о том же, отец. Ну, хоть что-нибудь ты должен помнить. Эти ящики были заранее упакованы. Наверное, ты собирался их куда-нибудь отправить. Ты сел в поезд. Вот именно, мои мальчики. А прибыл сюда. Я хочу спросить тебя, Эдман, для чего человек уезжает из Лондона, чтобы его уложили в постель с Крупином? Ну, разумно ли это? Нет, нет, не разумно. Ты, конечно, ехал в какое-то другое место, куда и отправлены эти два ящика с твоими работами. Весь вопрос в том, куда именно. Да, вот. Весь вопрос именно в этом. Вот беда только, мой мальчик, что я уже старик. Память ослабела. Сестра, помогите мне лечь на другой бок. Что это, отец? Записка. Два ящика с картинами и рисунками отправлены Рубену Холмсу в Лонгстонн-Бридж. Это, вероятно, именно то, что мы ищем. Чужой почерк. Ага, кто-то дал тебе эту записку, чтобы ты знал, где твои ящики. Хорошо, отец, ты, наверное, хочешь отдохнуть. Он очень устал, сэр Эдмунд. Простите, сестра, я зайду попозже, отец. Помогите мне повернуться. На том боку неудобно? Ах, дьявольски неудобно. Просто я не хотел разговаривать со своим сыном. Теперь мне надо поговорить с внучкой. Боюсь, что мне не следует этого разрешать. Ну, это же смешно. Если я в течение получаса мог выслушивать идиотские расспросы моего сына, зачем могу несколько минут провести со своей внучкой? Идите и позовите ее. Ну, хорошо, сэр. Фелисти, дорогая, что делает твой отец? Названивает, как сумасшедший по телефону. Два ящика с картинами и рисунками отправлены Рубену Холмсу в Лангстон-Бридж. Рубен Холмс умер. Что? Ты должна найти эти два ящика, Фелисти. Ты сын здешнего хозяина. Стэн! Стэн. Хотя, наверное, на работе. Нет, он ждет моего звонка. Сейчас же позвони ему, милая. Ты с ним уже виделась? Да. Ну и противный же он. Самодовольный, нахальный и грубый. Но я ему скажу, чтобы он немедленно приезжал. Ради тебя, дорогой, тебе не очень утомительно было бы поговорить с отцом Стэна, мистером Бистоном. Они поссорились, потому что у Бистона невыносимый характер, и Стэн здесь совсем не бывает. Попроси бы идти сюда, мистера Бистона. Ну, а вдруг он тебя нагрубит? Рискнем. Рискнем? Ну, я пойду позову его. Водите. Вы меня звали, сэр? Да. Вы мистер Бистон, да? Да. Садитесь, мистер Бистон. Я не могу здесь сидеть. У меня дел по горлу. Я знаю, что у вас много дел. Мистер Бистон. И что последние два дня вам пришлось особенно трудно. Никто, кроме меня, в этом не виноват. Вы меня извините, мистер Бистон. Вы были так терпеливы, так добры. Нет, нет. Не правда, мистер Кэнпбелл. Я был хуже, чем всегда. Никому не давал спуск. Особенно жене. Мистер Бистон, будьте любезны, подойдите ко мне. Почему вы такой? Господи. Я сам не знаю, мистер Кэнпбелл. У меня хорошая жена. Хороший сын. Ну, хотя он и не подозревает, что я считаю его хорошим. Торговля здесь тоже идет неплохо. Никто никогда не сделал мне ничего дурного. Но я не могу жить спокойно, мистер Кэнпбелл. Меня так и гложет злоба всю мою жизнь. Поэтому и на работе вышли неприятности. Но я приехал сюда, думал, здесь будет лучше. Но я остался таким же, мистер Кэнпбелл. Сам вижу. И это тяжелее всего. Иной раз я самого себя не выношу. А уж других и подавно. Когда-то и со мной это было. Много лет назад. Я сделал такое, чего не следовало делать. А потом, вместо того, чтобы поправить и простить себя, стал непримирим к себе и непримирим к другим. Друг мой, я не знаю и не хочу знать, что вы сделали плохого. Ну, простите это себе. Забудьте о прошлом. Вам предстоит жить с Джорджем Бистоном. Как мне все эти годы надо было жить с Саймоном Кэндлом. Так не будьте к себе так безжалостны. Многие люди слишком себя жалеют. Но есть и такие, и вы принадлежите к их числу, которые относятся к себе чересчур беспощадно. Скажите, бедный старый Джордж. А потом само собой получится. Славный старый Джордж. Большое вам спасибо, мистер Кэндл. Я попробую. Теперь скажите, что я могу для вас сделать. Вот что. Я здесь лежу совсем беспомощный. И мне очень, очень нужна помощь. От этого зависит судьба моих картин. И в этом мне может помочь только ваш сын Стэн. Но я слышал, что вы с ним не в ладах. И что он здесь не бывает. Так не могли ли вы... Хорошо. Я вас понял, мистер Кэндл. Я сделаю все, что смогу. Желаю вам здоровья, сэр. До свидания. Благодарю вас. Сумеречный день. Идет проливной дождь. В маленькой гостиной Фелисити ждет Стэна. Она уже надела пальто и сейчас повязывает голову шарфом. Входит Стэн. Я не видел мистера Кэндла. Сиделка никого не пускает. В таком случае, если вы не хотите больше терять времени, вы будете слушаться меня. Не правда ли? Я, пожалуй, могу ехать на заднем сиденье вашего мотоцикла. Можете. Но ведь через 10 минут вы промокнете насквозь и будете похожи на мокрую курицу. Но это не имеет значения. Едем. Я не поеду. Я не поеду, пока вы не скажете, куда и для чего надо ехать. Это вполне разумные желания. Да, но из-за вашего тона даже самые разумные желания становятся невыносимыми. Послушайте, мисс Кэндл, вы меня терпеть не можете. Я вам тоже не очень симпатизирую. Вот и все. Но вы должны что-то сделать для Саймона Кэндла. Ну так что же именно? Он упаковал свои лучшие работы в два больших ящика и отправил их Рубену Холмсу в Лонгстенбридж. Дедушка и сам ехал именно туда. Но он не знал, что Рубен Холмс уже умер. В последнее время дедушка плохо себя чувствовал, стал все забывать и... И он сел не в тот вагон, а ящики уехали без него. Ну что же было панику подымать? Утерян багаж только и всего, подумаешь. Такие вещи случаются на каждом шагу. Да, но обычно багаж стоит меньше 150 тысяч фунтов. Это, конечно, имеет значение. Но это не главное. Но только вы все равно ничего не поймете. Вы ведь не знаете, о чем идет речь. Ну о чем же, о чем? Ну слушайте, невозможный вы человек. Мой отец и некоторые из его знакомых в последнее время утверждают, что дедушка выжил из ума и не может распоряжаться судьбой своих картин. Поэтому мы должны найти эти два ящика раньше, чем это сделают они. Отец уже звонил своим знакомым в Лондон, и кое-кто скоро будет здесь. Теперь-то вам понятно, почему поднялся такой шум? Филистники! Филистники! Мой отец, скорее нельзя, чтобы он меня видел. Наверное, вашему отцу не очень хочется, чтобы вы промокли. Пожалуй, но больше всего ему не хочется, чтобы я нашла для дедушки эти два ящика. Вы победили! Едем! Едем! Ох, ну и погода! Ничего, через час я вас доставлю на станцию Лох-Сомбриш, если вы не свалитесь по дороге. Едем! КОНЕЦ Два больших ящика. Как же, помню, помню. Прибыли позавчера в 8.50 вечера. Значит, они здесь! Нет. Мой напарник погрузил их вчера утром на 7-часовой поезд. Если только их не отправили обратно в Лондон или на Бэрпул, они должны быть на станции Грэмби. Позвоним туда. Это ничего не даст. Поезжайте сами. Здесь всего 30 минут. Ох, Господи! Я так хочу есть. Вы еще успеете в белый лев. И вы увидите, мисс Кэн, как я ем горошек с ножа. Да замолчите вы! Да, здесь была какая-то путаница с этими двумя ящиками. Мы их отправили на Бэрпул, а они говорят, что отправили их обратно. Но мы ящиков еще не видели. Ну, куда же они здесь? Ну, здесь-то их нет. И в Лондон-Бридж говорят, что тоже нет. О, проклятие! Ну, что же нам теперь делать? Искать их по всем станциям? Слушайте, мисс Кэн, может, вы лучше бросите поиски? Давайте я сам все сделаю. Ни за что! Даже если эта проклятая машина вытряхнет из меня все внутренности. Едем! Снова гостиница Бистона. В одной из комнат вокруг стола расположились сэр Эдмунд, сэр Джеффри Брок, адвокат Генри Марч и сэр Маркус Коннор, инспектор государственных картинных галерей. Лица их значительны и непроницаемы. Итак, сэр Джеффри, мы решили, что треск Эндла принимает это ценнейшее собрание и картины рисунков. Некоторые из них выполнены 30-40 лет назад. В свое время мой отец отказался их продать. Не так ли, сэр Маркус? Я, разумеется, всегда хотел, чтобы некоторые известные мне картины стали достоянием нации. Но Саймон Кэндл всегда был очень упрям и несговорчив. Да, откровенно говоря, когда рассудок его стал слабеть, он занял враждебную и совершенно нелепую позицию по отношению к государству и к правительственным кругам. Это, конечно, очень усложнило мои отношения с ним. А как ваше мнение, сэр Джеффри? Не стану хвастать, чтобы он оказался легким пациентом. Джентльмены, в этом вопросе я с вами вполне согласен. Однако доктора Эдже мне не удалось убедить в том, что больной больше не может вести свои дела. Но я повторяю, его упрямство и странности, безусловно, можно объяснить его возрастом и состоянием здоровья. А как я уже говорил, в состоянии больного следует ожидать внезапного ухудшения. Его сердце может сдать в любую минуту. Так что же вы предлагаете, сэр Джеффри? Я думаю, самое разумное и надежное – пойти к нему. Я полагаю, у вас уже готов официальный документ, который он мог подписать? Все готово. Отлично. Я предлагаю, чтобы вы продумали, что именно вы должны ему сказать и сделали это тактично, спокойно, но твердо. Поднимемся к нему, джентльмены. Так вы сказали, Джуди, там внизу, что я хочу видеть внучку из Стена, как только они вернутся? Да, мистер Кэндл, всем сказал. А, я уже спрашивал у вас об этом, не правда ли? Да. Я, наверное, чертовски вам надоел, но это очень важно во всех отношениях. Ох, на стене текст из Священного Писания. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Нет, я всегда считал, что это не так. Если это так, людям незачем не беспокоиться, незачем любить, незачем самим созидать любовь. Если бы мы сказали, что Бог есть могущество, но хочет быть любовью, мы вели бы себя разумно. Мне кажется, я всегда чувствовала то, что... Ну, конечно, конечно. Настоящие женщины инстинктивно чувствуют, что любовь – это нечто созидательное. Так же, как мужчины знают, что они должны создавать произведения искусства. Любые. Есть много видов искусства. Женщины без любви, мужчины без искусства, народ, который ничего не создает и прозябает в жалкой и бесполезной жизни – это скопящий уродов и чудовищ, который думает только об уничтожении друг друга. Это тухлые яйца, из которых ничего не вылупится. Отлично, отлично, мистер Кэндл. Вы полны сил. Да, когда я не могу рисовать, я начинаю проповедовать. Вот этой бедняжке приходится все выслушивать. В таком случае вы не откажетесь уделить несколько минут посетителям. Ну, что же, входите, джентльмены. О, мой мальчик, не думаю, что мне осталось долго жить. Ну, ты ошибаешься, но это лишний раз доказывает, что ты должен помнить о своих обязанностях. Я помню, помню. Мы принесли документ нашего Треста. Вот он, мистер Кэндл. Да, и нам нужна только твоя подпись. Тогда вы можете быть уверены, что Трест примет на себя все заботы. Да-да, Маркус, я знаю, я уже слышал это раньше. Совершенно верно, мистер Кэндл. Но сейчас... Но сейчас у меня осталось немного времени. Нет, я этого не говорил. Так я говорю вам. И это правда. Времени осталось немного. Его всегда не хватает. Это вам может подтвердить любой художник. Но если вы живете творческой жизнью, всем сердцем и умом, тогда вам хватит времени. Для того, чтобы привести в порядок свои дела. Да, и для этого. Насколько я знаю из своей практики, вы, вероятно, не отдаете себе отчета в том, какие затруднения могут возникнуть. Может быть, я не знаю. Я старик, глупый, упрямый, несговорчивый, недоверчивый. Но я еще принадлежу себя, а не вам, джентльмены. Это и к тебе относится, Эдмунд. Уходите. Ты вынуждаешь нас предпринять кое-какие шаги. Так вот, сделайте несколько шагов и закройте за собой дверь. До свидания, мистер Кэндл. Вы считаете, что поступили справедливо, мистер Кэндл? Нет, конечно, я напрасно разговаривал со своим сыном. Он не может не быть таким, каков он есть. Он полная противоположность мне. Возможно, это моя вина. Вот уже 30 лет мы с Эдмундом считаем друг друга не совсем нормальными. Он принадлежит к другой разновидности человеческого рода. И вот теперь эта другая разновидность побеждает. Но, мистер Кэндл, они, вероятно, просто старались выполнить свой долг. Мир переполнен людьми, которые могут всех нас растоптать и выбить нам зубы только потому, что они выполняют свой долг. Мне хотелось бы, чтобы большинство их перестало выполнять свой долг. А эти господа только и могут, что причинять вред вам, мне и всем людям. Они ничего не вносят в жизнь. И все в них в результате их стараний лишено жизни. А в Лондоне сейчас из-за них шагу нельзя ступить. Сотни и сотни солидных служащих без единой живой мысли, без единого благородного порыва замораживает сердца и души всем окружающим, лишает вкуса и запаха все, к чему прикоснуться. Вот уже несколько недель они пытаются заставить меня вступить в очень солидный трест. Нет, им нужен не я, а мои работы. А меня они с удовольствием запрятали бы в сумасшедший дом, если бы могли. Вот почему я упаковал все картины и удрал. Я не люблю их, Англию. Все это слишком уж гадко. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Ну вот. Ну вот. Боже мой, это я виновата. Не надо было разрешать вам так много говорить. Я прошу вас... Но я хочу говорить. Я прошу вас, мистер Кэм... А это выдумки, будто женщины много говорят. Всякий раз, когда я встречал женщину, которая мне нравилась, я заговаривал ее до потери сознания. Мистер Кэм... Джудит, если мое пальто здесь, подайте мне его, пожалуйста. А потом спуститесь вниз и посмотрите, не вернулась ли моя внучка. О, нет, мистер Кэм... Я не могу оставить вас одного. Идите, Джудит. Вот ваше пальто, мистер Кэм... Благодарю вас, Джудит. Моя милая фляга. Вот она. Ну, последний глоток на дорогу. Саймонс, старина. На дорогу. Дед, дед, мы нашли твои картины. О, нашли. Нашли. О, ты пьянствуешь, старый обманщик. Тебе же это вредно. Ничуть, теперь твоя очередь. Это как раз то, что мне нужно. А мне? Нам не хотели их отдавать, но Стэн рассверепел. Он без ума от твоих картин, и это дало ему силы. Ничего бы мы не добились, если бы она не вручила им доверенности с вашей подписью, которую она преспокойно подделала. Она ни перед чем не остановится. Мы, конечно, не привезли их сюда, но они спрятаны в надежном месте. А отец со своей бандой уже здесь побывал. Конечно, как же иначе. Ну, что ты теперь собираешься делать? Теперь я собираюсь больше ни о чем не волноваться. Так вам нравятся мои картины, Стэн? Ой, всегда нравились, очень. Я и сам пробую немного рисовать в свободное время. Ну, и денек выдался для вас, неправильно. Да, он показался мне целой недели. Ты считаешь, что Стэн не выносит? Да. Ну, и она тоже фруктик, я вам скажу. Фруктик? Как он говорит, этот человек? Да, но я все-таки должен признать, здорово она держалась, когда мы тряслись на мотоцикле, а потом улыбалась этим проклятым железнодорожником. А я выходил из себя. Да, нужно дать ей справедливость, ей и ее классу. Классу? Вот он как говорит. Это ужасно. И все же я рада, что сегодня со мной был рядом он с его энергией и решительностью, а не один из этих очаровательных юношей, этих безмозглых молодых людей. Это я для тебя говорю, дед, дорогой. О, боже мой, мистер Кэндл! Отдайте мне флягу, мистер Кэндл. Я не могу этого разрешить в вашем состоянии. Доктор, доктор, теперь я знаю о своем состоянии больше, чем вы. У меня осталось только время, чтобы закончить свои дела, а потом я могу отдохнуть. Во внутреннем кармане моего пиджака есть заготовленный текст завещания. Достаньте его, Джудит, и дайте, пожалуйста, доктору. Слушаю. Не буду вам мешать, мистер Кэндл. Вы мне нужны, Стэн. Садитесь спокойно и слушайте. Итак, доктор, из этого документа вам станет ясно, что два лица, обозначенные в завещании, получают в наследство все мои картины и рисунки. Они имеют право продать эти картины, отдать их в дар, сделать с ними все, что им будет угодно. Здесь все написано, кроме фамилий. Вы их сейчас внесете, а потом вы и Джудит подпишетесь в качестве свидетелей. фамилии наследников Фелисити Кэндл и Стэн Бистон. Я? Но вы же не можете, мистер Кэндл. Бойтис, я разговариваю с доктором Эджем, а не с вами. Вид ли, доктор, мой сын получит определенный капитал. Но я долго не мог решить, что делать со всеми этими картинами, которые останутся после меня. Теперь я больше всех верю этим двум. Фелисити и Стэну. Они делают вид, что терпеть друг друга не могут. Оба они снобы ни на минуту не забывают об общественном неравенстве, как и многие англичане. А мое завещание выбьет из них всю эту дуть. Им придется часто видеться, чтобы решить, что делать с моими картинами. Не успеют они оглянуться, как оба будут женаты. Ну, узнаете ли я. Никогда. Ну, словом, доктор, если вы и Джудит поставите здесь свои подписи, все будет в порядке. Никаких забот, никаких тревог, никаких недоразумений. Да, Джудит, вот, возьмите. Это был календарь Бистона. Теперь это последний рисунок Саймона Кендла. Возьмите его себе. О, благодарю вас. Но вы действительно хотите, чтобы такая ценная вещь досталась мне? Да, моя милая. Последний рисунок последнему из моих друзей. Вот. Вот, посмотрите. Вот эта девица, которую здесь нарисовали, она была нереальная, плоская, нелепая, но несколько штрихов. Если вы знаете, как их следует нанести, придадут ей форму, реальность, цель, смысл, вдохнут в нее жизнь. Доктор. Доктор. Саймон Кендл умер. Саймон Кендл Саймон Кендл Саймон Кендл Саймон Кендл Саймон Кендл Саймон Кендл